Приехало еще 15 наших собак. Будки достраиваем на ходу. Просто на ходу. Что, мои хорошие? Сейчас сено насыпем. Да, мои хорошие. Сейчас будку еще будем достраивать, ребята. До вечера достроим. Все у нас будет правильно и хорошо. Мы перегораживаем так же. И все собаки у нас получаются внутри. А это значит, что 4 вольера зимой будут защищены от холода. Вот видите, как? Мамин. Лалочка приехала. Лала приехала, Лала моя. Моя деточка красивая мамина. Мои ребята, мои солнышки. Мои замечательные дети. Да, 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 да. Ушастики. Маминные ушастики. Иди сюда скорее, внедвиженный. Вот такой проход в бытовку. На улице ничего нет. Собаки только играют и лежат на подиуме. Мы греются на солнышке. Мы еще сделаем вверху навес, и он будет защищен от дождя. И собаки смогут даже в дождь лежать на свежем воздухе, но укрытые. Ребята, мы все силы вкладываем в то, чтобы сделать как можно быстрее. Чтобы было удобно, чтобы было просторно. Чтобы детям было очень-очень удобно. Стройка идет во всех углах приюта. Во всех углах. Варятся там. Делается здесь. Не хватает рук, друзья. Не хватает рук. Но я уверена, мы все это, все это обязательно наладим. Маминные. Кимба. Красавица моя. Скоро я переведу тебя в большой вольер. Переведу мое солнышко. А еще лучше, найдите бы тебе дом. А, родной мой. Красивый мой. Такой красивый ребенок. Маминные. Мамина девочка. Дорогие друзья. Мы продолжаем просить вас о помощи. Продолжаем показывать наши проблемы. И рассказывать о нашей жизни. И все, что нам остается, это только надеяться. Надеяться, что вы нас услышите. Поймете. Войдете в наше положение и отзоветесь, ребята. Друзья милые. Никогда еще не было так трудно. Нас безумно много. Много. Как пройти мимо того, кто просит о помощи. Но в масштабах нашей страны, это ведь такая капля. Это капля. Капля милосердия. Капля добра. И только от нас с вами, когда мы все вместе, зависит. Сольются ли эти капли в море. И мне временами бывает так страшно. А временами так отчаянно, горько, что... Я не знаю, почему я сама спокойно жить не могу и не даю вам. Но я очень хочу помочь этим животным. И очень хочу, чтобы вы были рядом. Потому что одному человеку это нереально осилить. А боль такая, что страшно, ребята. И очень больно. Пожалуйста, помогите нам. Помогите нам, прошу вас. Давайте создадим островок вот такого добра. И пусть он находится в окружении моря радости, моря любви, моря милосердия, моря сострадания. Друзья, милые мои, хорошие, не оставайтесь равнодушными. Пока мы живем нашими чувствами, только тогда мы живы. Когда мы живем для кого-то. Не обязательно для животных. Мир такой огромный. И у каждого из нас есть выбор. Давайте жить для других тоже. Давайте, мои хорошие. И однажды каждый из вас, обязательно каждый из вас это ощутит. И может быть, даже кто-то однажды скажет спасибо. Но сейчас это спасибо говорю вам я. Искренне, огромное спасибо. Скажите, можно ли было оставить вот этих малышей умирать? У всех пятерых пироплазмоз. С каждого сняли вот эту кучу клещей. Это что-то страшное, друзья. Это настолько бесчеловечно оставаться равнодушным и проходить мимо этой боли. Я не могу, ребята. Вот не могу и все. Представьте просто. И уверенно, вы отзоветесь. Потому что то, что чувствуют эти малыши, это настолько страшно. А то, что чувствую я, бессиленно глядя на них и понимаю, что не всем могу помочь. Это, наверное, от каждого человека свой. И тем не менее, друзья, как бы нас это ни отталкивало, мы должны помочь. Даже если нам неприятно это видеть и смотреть, мы должны помочь. Друзья, помогите, прошу вас. Ведь сейчас вокруг нас столько несчастных животных бегает. И сколько их умрет в этом году от укусов клещей. Не только дикие и бездомные. Домашние тоже. Друзья, давайте, давайте немножко нежнее, внимательнее относиться к животным тем, что рядом с нами. Более внимательно. Потому что наша забота – это их жизнь. Вы поможете нам? У нас корма осталась на два дня. На два дня, ребята, корма осталась. Я прошу вас, отзовитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова